Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей. То есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Стивен Кови и книга «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности». Разгар летнего сезона 2020 года — это не только время бронзового загара и баклажек с опиролем, это еще и время становиться чуть более успешным, эффективным и продвинутым в разгар коронакризиса. Если не прямо сейчас, то с понедельника уж точно. Поможет вам в этом Стивен Кови и книга «7 навыков высокоэффективных людей», которую мы попытались засунуть в наш обзор в формате 600 секунд, 10 фактов, 3 задач. Не забудьте, пожалуйста, нажать на прямоугольник под этим видео, на котором написаны буквы «подписаться», нажать на колокольчик и написать, что вы думаете о эффективности, о нас и о Кови. О Кови. Как настоящий консультант по вопросам менеджмента, он не мог позволить себе слезть с лошади, которая быстро скачет, и после успеха «7 навыков высокоэффективных людей» его как прорвало. Тут были и навыки высокоэффективных семей, и книга про секретный 8-й навык, и, конечно же, «7 навыков эффективных менеджеров», и даже «7 навыков высокоэффективных профессионалов сетевого маркетинга». Такие дела. Мы, конечно, ничего не хотим сказать. Кови был очень крутой, и книгу про «7 навыков высокоэффективных людей» должен прочитать каждый уважающий себя менеджер. И, кстати, кроме профессионального наследия, Кови оставил после себя 9 детей и 52 внука, а также вошел в список 25 самых влиятельных американцев по версии журнала «Тайм». Поэтому книгу про высокоэффективных людей мы не могли не прочитать. За ней, может быть, последует книга про высокоэффективные семьи, потому что 52 внука — это вам не шутки. Но пока это не точно. Напишите, кстати, в комментах, хотели бы вы услышать еще один обзор Кови или одного будет достаточно. Вся книга в одном предложении. «Будьте целеустремлены, синергичны и проактивны. Вы персонально несете ответственность за все, что происходит вокруг, но добиваться выдающихся результатов лучше вместе с командой единомышленников». Давайте попробуем за 600 секунд чуть глубже разобраться, что это за проактивность такая, что за единомышленники и что, по версии Стивена Кови, нужно делать, чтобы стать чуточку эффективнее. Существуют фундаментальные принципы. Любое действие формируется принципами. Фундаментальные принципы эффективности, они обладают первичной значимостью, и именно из них формируется система, на которой вы основываете свое персональное счастье и успех. Кови говорит, что для незначительных перемен достаточно просто откорректировать свое поведение. А если вы хотите получить в своей жизни какие-то глобальные изменения, то вам нужно переоценить ценности. И, по мнению писателя, эффективность заключается как раз в нахождении баланса между имеющимися ресурсами и желаниями, которые эти ресурсы должны удовлетворять. Кови говорит, что вам достаточно будет на текущем этапе проанализировать свое поведение, выделить в нем 7 основных навыков или принципов, если хотите, культивировать эти навыки, и все будет хорошо. Однако при этом стоит помнить про искажение самовосприятия. Как говорил Козьма Пуртьков, нужно зрить прямиком в корень. Очень часто какие-то поверхностные отрывчатые данные о тех людях, которые нас окружают, могут формировать у вас неправильное восприятие причинно-следственных связей и формировать ложные стимулы для действия. Он успешный, потому что он носит галстук и дорогие часы, поэтому я буду тоже носить галстук и дорогие часы. И именно так выводы о человеке формируются по его поведению, внешнему виду, поступкам, но при этом это ошибочное представление, основанное как раз на таких отрывочных фактах и, что самое главное, на их неправильной интерпретации. Именно таким способом, как мне кажется, культивируется карго-культ. Это бездумное копирование действий каких-то в надежде на такой же положительный результат, как вы увидели у кого-то. И для того, чтобы такого не происходило, Стивен говорит, что вам нужно начать с понимания того, в какой парадигме вы живете. Существует три парадигмы по Стивену Кови, характеризующие вашу персональную степень зависимости или вашу персональную степень участия в каких-либо процессах. Это ты парадигма, я парадигма и мы парадигма. Ну, ты парадигма, наверное, самая частая и, к сожалению, не имеющая к высокоэффективным навыкам никакого отношения. Это парадигма обвинения других в своих ошибках и таким образом обозначение своей персональной зависимости. Человек зависимый скажет, ты обо мне не заботишься, ты не справился, ты виноват в моей неудаче, ты не достаточно четко поставил мне задачу, ты не предоставил нужных данных. Я парадигма — это уже такая начальная, основная, основной способ перехода к проактивности и к высокой эффективности. Тут вы полагаетесь только на себя. Я могу это сделать, я возьму эту задачу, я полагаюсь на себя. Это вот и есть я парадигма. И есть мы парадигма — это когда вы признаете себя частью команды и понимаете, что несете ответственность за то, что происходит не только в рамках своей персональной экосистемы, а вот в рамках совместной деятельности со всей командой. Именно вот эта взаимозависимость, она проявляется при достижении командных совместных результатов. Мы можем сделать то-то, мы можем взять эту задачу, и мы можем успеть или не успеть. И понятно, что ты парадигма — это точно не про эффективных людей, я парадигма — это про начальный этап эффективности, ну и мы парадигма — это подход настоящих высокоэффективных людей по КОВИ. Я парадигма, для того чтобы перейти от ты парадигмы к я парадигме, она формируется благодаря проактивности. Проактивность — это способ ваш персональный, как человека разумного реагировать на какие-то раздражители определенным образом. И это так делают все условные млекопитающие. Однако, в отличие от животных, у вас есть возможность предвидеть ситуацию на несколько шагов вперед и реагировать, исходя из этого, выбирая какой-то из сценариев развития дальнейшей ситуации. И именно поэтому под проактивностью в широком смысле КОВИ подразумевает несение какой-то ответственности за свою жизнь и подразумевает то, что вы должны научиться подчинять импульсы эмоциональные каким-то персональным или коллективным ценностям. В общем, вы принимаете решение, как себя вести, независимо от мнения социума, базируясь на внутренних своих ощущениях, вы быстро признаете ошибки, если вы их совершаете, и вы извлекаете из них опыт. Вот КОВИ очень много говорит об этом в книжке, что сама ошибка, она приносит меньше вреда, чем реакция на нее, потому что ошибка, ну, в таком, в чистом виде, это просто полученный опыт. А вот ваша рефлексия, то, как вы можете неадекватно реагировать на эту ошибку, это как раз и есть основной источник вреда. Ну, и если вы в теме проактивности хотели бы покопаться чуточку побольше, то кроме КОВИ, как тут не вспомнить, Миллера, Джона Миллера с его книгой «Проактивное мышление». Ссылка на обзор с этой книгой тоже у нас выходила, вернее, обзор этой книги у нас тоже выходил, а ссылка на обзор будет, как на YouTube заведено, в описании под этим видео. Если вы хотите быть высокоэффективным, обязательно представляйте конечную цель. Когда вы куда-то бежите, вы должны понимать, зачем вы совершаете это движение. Поэтому эффективность зависит не только от того, как вы прикладываете усилия, с какой силой вы это делаете, насколько интенсивно, а и от правильного выбора. Потому что, ну, например, любое там производство может справляться успешно с поставленной задачей, но направление, и вот что именно это производство должно делать, должен задавать руководитель и должен задавать тот человек, который и в конечном итоге за все отвечает, тот самый высокоэффективный, проактивный. Стивен рекомендует четко представлять желаемую цель с самого нулевого момента, как только вы начали движение. И это очень легко сделать. Вам нужно ответить самому себе честно на три вопроса. Кем вы хотите быть, чем вы хотите заниматься и какой системой ценности вы руководствуетесь. Это и есть, вот на пересечении ответы, на пересечении этих трех вопросов и есть представление конечной цели. Ну и в тот момент, когда вы уже представите себе конечную цель и начнете поступательное движение вперед, расстановите приоритеты. Потому что для самоуправления нужна дисциплина. Я очень часто об этом говорил, я очень поддерживаю в этом Кови. У меня даже была такая небольшая теория про то, почему спортсмены или почему военные, ну больше спортсмены, наверное, в обычной жизни, всегда эффективнее и всегда конкурентно способнее тех, кто не занимался спортом. Потому что у спортсменов, даже не профессиональных, но систематически занимающихся, есть такое понятие, как дисциплина. И поэтому, если вы хотите быть дисциплинированными и правильно расстанавливать приоритеты, то в первую очередь решайте наиболее важные на текущий момент проблемы. И ваша персональная эффективность будет заключаться как раз в том, что вы избавляетесь от ненужного и умеете сосредоточиться на главном. Стивен говорит, что делать срочные дела вместо приоритетных, это самая большая ошибка, которую вы можете допустить. И это самая частая ошибка, которую все допускают. Потому что думать нужно не о проблемах, которые есть сегодня, думать нужно о возможностях. Ну, понятное дело, что если у вас там пожар, но вы мыслите не тактическими задачами, как бы быстрее наносить воды, а стратегическими, как вы посадите возле дома в тепличку клубнику, то это тоже немножко неверно с точки зрения расстановки приоритетов здесь и сейчас. Помните о обоюдной выгоде. Воспринимать любого вашего собеседника, даже оппонента, следует как сотрудника, а не как соперника. Ну, вот эта знаменитая американская теория про win-win, что выигрыши должны оставаться все, потому что, ну, когда обе стороны или все стороны какого-то переговорного процесса остаются в плюсе, это способствует положительным ощущениям и становлению каких-то долгосрочных партнерских отношений. Однако, помните, что, чтобы вас не отжали во время переговоров, чтобы вас не посчитали слабыми, вам нужно, первое, разграничить оппонента и проблему, то есть не переходить на личности, сосредоточиться на ваших собственных интересах и руководствоваться объективными критериями. Вот эти три основных момента позволят вам пройти по вот этой тонкой грани, не скатиться в ссору, склоку и драку на каких-то переговорах, но и не позволят быть достаточно мягкими и, в общем-то, все отдать только ради того, чтобы понравиться. Это эмпатия. Восьмой факт из книги. Умение слушать намного важнее, чем умение говорить. Ну, мне кажется, что на этом тезисе вообще строится вся американская культура, поэтому слова другого человека вы воспринимаете через призму собственного опыта, и эмпатическое слушание подразумевает анализ чувства оппонента. Если вы глубоко понимаете собеседника, то будьте уверены, что вы подружитесь, ну, с точки зрения хотя бы деловой, у вас будет взаимовыгодное сотрудничество, и вы найдете какое-то решение, которое вас обоих удовлетворит. Если вы не научитесь слушать, то ничего этого не произойдет. Через слушание к синергии вы находите людей и формируете из них команду, эффективность которой зависит как раз от сплоченности ее участников. Кови говорит, что как только вы освоили я-парадигму, и вы поняли, что вы достаточно уже эффективны, вы должны отдать себе четкое понимание и ответ на вопрос, что в одиночестве вы не в силах достичь таких результатов, как в коллективе. Поэтому как только вы устанавливаете какие-то рамки внутренней безопасности, вы дальше открываетесь для взаимодействия с социумом и пытаетесь симмергировать, в общем-то подбирать вокруг себя тех людей, которые привнесут в вашу жизнь какие-то дополнительные положительные качества. Как вы помните, вы это среднеарифметическое 5-6 человек, которые вас окружают. И пытаетесь, если это речь идет о каком-то бизнесе, пытаетесь собрать команду по принципу, как говорил Стив Джобс, мы нанимаем людей, не которым мы будем говорить, что делать, а которые нам скажут, что делать, но при этом эта команда достаточно сплоченная и эмоционально близкая. Ну, Кови говорит, что да, высокоэффективный человек, он скромный, уважает других и умеет работать в команде. Ну и принцип затачивания пилы один из, наверное, основоположных принципов для трудоголиков и для тех, кто постоянно в потоке и постоянно решает какие-то задачи. Возможно, вы слышали эту притчу, которая лежит в основе факта в разных интерпретациях про то, как один человек шел по лесу и увидел там то ли лесоруба, то ли вот этого пильщика, который очень отчаянно махал топором и не мог никак срубить дерево, и человек у него спросил, а чего ты не заточишь топор? И дровосек ответил ему, некогда мне точить топор, мне нужно дерево рубить. Вот очень многие из нас грешат вот таким подходом, забывая при этом, что главным ресурсом является человек. Самое стоящее вложение, это, конечно же, вложение в самого себя, особенно в период кризиса, особенно в период неопределенности, когда вы не понимаете, куда двигаться дальше. Обучайтесь, прокачивайте какие-то свои скиллы, потому что достижение эффективности в любой сфере, оно невозможно без вашей персональной заботы о четырех измерениях. Это в вашем физическом состоянии, в вашем духовном, интеллектуальном и эмоциональном. Ну понятно, чтобы быть в физической форме, нужно заниматься физическими упражнениями. Духовное и эмоциональное, это ваше равновесие, медитация и спокойствие. И интеллектуальное, это, конечно же, новые знания, книги и обзоры на канале, читай быстро, в формате такого подкаста или на сайте, в формате текста. Вот такие быстрые 10 фактов. Еще раз, очень быстро давайте пробежимся. Семь основных навыков, о которых говорит Кови. Значит, это проактивность и принцип персонального видения. Это второе, всегда перед глазами держать конечную цель. Третье, понимать, что нужно делать сначала, принцип персонального управления. Вин-вин, думать в духе, и ты выиграл, и твой собеседник выиграл. Пятый принцип, понять, потом быть понятым, это так называемое эмпатическое общение. Шестое, синергия, и седьмой, заточка, пилы. Три задачи, которые я обязательно записываю в букнот, букнот, блокнот для осознанного чтения, вы наверняка про него уже все, все знаете, но если вы слушаете подкаст первый раз, то не поленитесь зайти на сайт буква.info slash blog slash booknote, там будет чуточку больше про него информации, есть ощущение, что это один из самых хороших подарков для любителей книг, нонфикшн, литературы и чтения. По итогу про чтение книги «Семь навыков высокоэффективных людей» я записал себе три основных задачи. Про активность, синергия и затачивать пилу. то есть, да, для того, чтобы двигаться куда-то чуточку быстрее, чем вы двигаетесь, сейчас нужно быть проактивным, просчитывать варианты и нести ответственность за то, что вы делаете. Синергия вы, как ремесленник, всегда можете быть отличным, но проиграете команде и затачиваете пилу в том смысле, что регулярно следите за своим физическим состоянием, психоэмоциональным и обучайтесь чуточку больше, чем это делают ваши конкуренты. Такой была книга Стивена Кови, таким был проект «Читай быстро» буква.info, проверяйте скорость чтения на сайте буквы.info.info.info, читайте тексты, которые вам там будут предоставлены в рамках этого инструмента, отвечайте на вопросы после них, получайте сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения. Подпишитесь на канал, все-таки настаиваю, иначе этот подкаст никогда не закончится. Подписывайтесь, подписывайтесь. Ну и потом можете приходить на сайт, если вам интересно, почитать больше про букнот, про наши рабочие тетради, послушать еще какие-то обзоры и нонфикшн, литературы в формате «10 фактов, 3 задачи», про софт-скиллы почитать мы про них много пишем, там эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, умение работать в команде, вот это вот все. Ну и инстаграм, буква.info, там периодически у нас появляются фоточки. Спасибо, что дослушали до конца. Через неделю новый я, новый вы, новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Продолжение следует...